Двое злоумышленников задержаны, заложники не пострадали. Таков результат операции сотрудников охранных предприятий. Накануне тревожный сигнал поступил из банка ВТБ. Прибыв на место, специалисты выяснили. Двое с целью грабежа врывались в здание финансовой структуры. Один из работников банка успел нажать тревожную кнопку. Именно такой оказалась легенда, согласно которой прошли учения по обеспечению безопасности. За работой силовиков наблюдали их руководители и наша съемочная группа. Слово Евгению Галимову. С громким визгом сирен машины охранных структур прибывают на территорию банка. Сработка сигнализации в таких учреждениях – дело первостепенной важности. Тем более, о проведении учений силовики заранее не знали, говорят руководители служб. Начинаются переговоры. Грабителям выдвигают предложение сдаться и отпустить заложников. Ответа нет и приходится применять силу. Лежать на пол! Лицом в пол, руки за спиной противник обезврежен и обездвижен. Преступников-неудачников увозят на автозаке. А в здании банка сигнализацию переводят в положение норма, сообщают о завершении операции и подводят ее итоги. Соберемся всей группой, посмотрим, со стороны каждый примет свои решения и разберем, если в крайнем случае я, по крайней мере, не увидел грубых недостатков. Но есть еще другие позиции, люди наблюдали с другой стороны, поэтому сейчас все соберемся, обсудим. Если будут недостатки, то разберем. Пусть с опозданием, но приезжает и карета скорой помощи. Впрочем, в том, что медики задержались, их вины нет. Без современных технических средств быстрое реагирование охранных структур было бы невозможно. Об этом специалисты рассказывают на брифинге. Сегодня тревожные устройства позволяют обходиться без проводов и реагировать на радиосигнал на расстоянии до 30 метров. А это устройство передает через интернет. Две сим-карты через интернет работают. Если одна сим-карта отключается, происходит сбой, значит дублирующая сим-карта включается и продолжается охрана объекта. Защитить можно не только банки и магазины, но и квартиры. Причем даже не можно, нужно, считают силовики. Установка одного универсального датчика объема и звука будет стоить около 600 рублей. Не такая уж большая цена для безопасности. Евгений Галимов, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».